Ассаламу алейкум. Добрый день. Меня хорошо слышно? С вашего позволения. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Я очень рад. Много вопросов в чате, обсуждений, тематик. Мы никогда, по-моему, в Хадбеке не видели такой активности. По-моему, онлайн-общение лучше, чем оффлайн-общение. Все меня знают. Я работаю в Совете университетов банка, основал эту. Но самый хороший и большой проект это инновационная ферма, которой я занимаюсь последние 10 лет. Членбук Кафе и импактор. Сегодня чуть-чуть отличается моя презентация. Я был IT-директором очень много лет в банке. Потом IT-директор должен был переходить на бизнес. То есть пришли запросы от бизнеса очень многие. Мне пришлось как бы в IT-клуб Бук Кафе, в IT-клуб М-фактор и несколько других групп, чтобы понимать требования бизнеса. Но на самом деле вот эту презентацию я сделал на узбекском языке. На М-факторе выступал. Но получилось так, как будто я отвечаю, я объясняю китайцу бизнес, не понимая китайского языка. Поэтому чуть-чуть извиняюсь, если что-то не будет понятно, можно вопросами или как-то вспомогательными этими еще раз разобраться. На самом деле я сторонник того, что все САЁшники, технические специалисты и инновационные специалисты понимали бизнес. Почему? Потому что все требования приходят от бизнеса. И кибербезопасность, я думаю, мы не решим без экономического полагающего и финансового полагающего. Но есть очень много моментов, которые еще кроме информационных рисков информационной безопасности, там еще другое. Люди, которые не понимают технологические изменения, это самый большой риск. И бизнес тоже не понимает этих рисков. Никто не страхован, к сожалению, от этих рисков, как новый бизнес, новая эпоха бизнеса, изменения в бизнесе, приходом технологий. И не принимает. И становится банкротом. Мы уже каждый день увидим, что кто-то, не понимая технологии или не принимая новый уровень технологий, эти бизнес становятся банкротами. Коротко о правильном пути. Правильных путей много, чем кислорода. Поэтому я из нескольких книг и из нескольких своих обсуждений вытащил какие-то там пути. Они могут быть правильные, они могут быть неправильные. И, кстати, то, что я владею бизнесом, это не означает, я правильно говорю о бизнесе. Изначально извиняюсь, что какие-то там термины может быть там неправильными или не подходящими к какому-то там теории или практике. Окей, давайте там коротко посмотрим. Я не хочу объяснить, что такое финтех. Есть технологии, которые приходят каждым днем на нашу жизнь. И жизнь бизнеса и вообще. Это финтех-технологии, это новые финансовые возможности, которые мы сейчас работаем и делаем. Это бизнес-апи, не open-апи, а бизнес-апи, которые бизнес договариваются на уровне программных обеспечений по открытому коду, по открытому бизнес-тарифам, по открытым бизнес-договорам. Это уже появился там 19-20-х годах. Это бизнес-апи. Не open-апи, а бизнес-апи. В апи уже считают бизнес, который вы предлагаете. Но искусственный интеллект, machine learning, они уже проникают, но здесь единственная большая проблема. Они меняют бизнес-стратегии и вообще ведение бизнеса. К сожалению, я недавно сделал некий инвентализацию и анализ Узбекистана почему-то на машинное обучение и искусственному интеллекту, пока мы не приходим. И не только в Узбекистан, а вообще в СНГ. Есть очень много проблем. Проблем первое. В СНГ самые программные обеспечения, они, вот первое программное обеспечение это Java, второе там PHP, третье там что-то, что-то. А в мире чуть-чуть по-другому. Первым там уже 80-70%, 70-80% это Python, а потом Java и дальше, дальше идет. Это означает, что мы не обращаем внимание, потому что многие искусственные интеллекты программы, все вот эти вещи на базе Python программируются. Здесь в СНГ, вот Python не номер один. Сейчас у нас в Узбекистане тоже открылись курсы, которые обучают Python, но как только они выходят оттуда, не находят работу в Узбекистане, они находят извне. Поэтому надо на это обратить внимание. Хоп. Клаудные решения приходят к нам, но все знают, какие. Каждым днем увеличивается улиц. Единственный момент, почему-то я несколькими аэтишниками разговаривал, у них есть аллергия. И с точки зрения информационной безопасности тоже есть аллергия, что клаудным решением. И я, кстати, не очень-то доволен и вообще не согласен последними там законодательными актами о том, что предлагают, что все данные Узбекистана надо оставить в Узбекистане. Мы потратили 6 месяцев и минимум 20 программистов, чтобы перейти эти законы, чтобы в Узбекистане сохранить этих данных. И они сохраняются не очень на хорошем формате. Хоп. Ну, биометрия тоже входит. Изменяет нашу жизнь. После меня там Хадбейка расскажет, покажет по проекту Digis. Я тоже участвую в этом проекте и первый пользуется этого проекта. Но на самом деле все вот эти технологии, они для нас риски. Риски в том, что то, что мы традиционный бизнес делаем, да, они подходят к риску и они могут быть очень быстро банкротиться в полном формате. Это что такое? Это нерабочие люди там, необученные люди, все вот эти вещи. Мы очень долго читали книги экономики. До 2006-го, до 2010-х годов экономические книги, они говорят о каких-то ограниченных ресурсах. И бизнес тоже, говорю, всегда там уровень экономики, о каких-то ограниченных, управлением ограниченных ресурсов. Появлением технологий, появлением там IT-инфраструктур, меняется ситуация. То, что мы 2014-го года читаем книги, смотрим какие-то там бизнес-кейсы, какие-то улучшенные бизнес-кейсы, какие-то суперкомпании, у них нет вот слова ограниченности. Нет слова ограниченности. IT – это управление неограниченным ресурсом с использованием технологий. Да, вот после 2014-го года мы начнем услышать о неограниченных ресурсах. Да, и поэтому вот цифровая трансформация бизнеса – это управление неограниченными ресурсами с использованием технологий. К примеру, всегда вот здесь бывают вопросы, что вот экономика уже давно построена или что там такое. На самом деле, вот последние 20 лет у нас меняется экономика, меняется жизнь. Я только один пример вот именно ресурсами привожу. На самом деле, это очень там глубоко меняется, мы потом чуть-чуть посмотрим. Некоторые из них мы посмотрим, я постараюсь как-то осветить эти детали. К примеру, филиалы банка. Если взять стандартный филиал банка, но без цифровой или без какого-то детали, как бы неиспользованным технологиям, они могут просто обслуживать в день, может быть, там тысячи клиентов. Сейчас мы недавно открыли, все знают, что цифровой филиал Universal Bank под брендом Uniret, он обслуживает там, может обслуживать миллионы клиентов и миллиарды клиентов. И он может обслуживать, и сейчас обслуживает уже не только узбекских клиентов, и клиентов России, и клиентов СНГ. Мы можем скорить систему сейчас как киргизских работодателей и киргизских там компаний. Поэтому вот один из больших примеров, используя технологию, мы получаем неограниченные ресурсы. Мы можем использовать совместными технологиями, используют специалистов из любых других регионов мира и можно привлекать денег и можно там охватить другие рынки. Поэтому сейчас вот то, что экономики это ограниченными ресурсами, это не уже неограниченными ресурсами. Если мы используем технологии, это неограниченные ресурсы. К сожалению, вот не все компании понимают это, не все компании там суть этого вопроса еще не решили. Еще что меняется, на самом деле, меняется поколение. Поколение, это сейчас мы, по-моему, последнее поколение или миллиарды и как-то вот x, y поколение. У них меняется психология, меняются там вообще работы, мысли, все вот подряд. Мой сын, недавно вот, мой сын, сыну было два годика и он просто телефон, не телефон, а телевизором общается, с андроид-телевизором, он просто общается через пульт. У него уже нет такого, что там раз, два, три или как-то написать вот, T9 клавиатуру и все вот эти вещи, а просто он общается с телевизором. Чтобы поставить там Машу Медведев, он просто нажимает кнопку и говорит, Маша Медведев, YouTube ставит это приложение. Меняются транзакции, вообще меняются экономики и поведение экономики. Появляются уже другие поведения, которые нам надо обращать внимание. И это постепенно влияет на бизнес. Появился вопрос коллективной цифровизации в организации, в бизнесе. Сейчас уже, если сделать бизнес, открывать бизнес, то сначала есть пути, как сказать, этапы открытия бизнеса. Там первый шаг, второй шаг, третий шаг. Один из шагов этого бизнеса – это коллективная цифровизация. Если руководитель или команда не заинтересована цифровизацией, или они не специалисты цифровизации, и этот бизнес уже приходит к ускоренному краху. Очень много фактов, таких примеров, которые кто-то не использует какую-то технологию и очень быстро строивает этот бизнес, а охватывает уже другие компании, более используя технологии. Поэтому цифровизация в бизнесе или в компании – это дело каждого. Даже, я не знаю, от караула до уборщицы. Изменяется поведение клиентов. До появления технологии было так, если взять банков, страховых компаний, они сидели в своем офисе, и к ним приходили люди и сказали, дайте мне какую-то услугу, пожалуйста. И у всех банков, компаний были огромные выборы, огромные клиенты, которые они могли управлять тарифами, управлять продуктами. То есть банки, страховые компании управляли сами тарифом, сами управляли своими продуктами и дали клиенту более какой-то подходящий или неподходящий продукт. Но всегда было такое, что у клиента что-то не хватало. Теперь банки ставили очень много больших тарифов. Мы знаем последние 10-15 лет, какие тарифы были у банков на транзакцию и все эти вещи. Сейчас они приводятся уже к нулю. То есть если банк ставит какой-то тариф больше 0,2%, он уже не интересен. Вопрос очень плохой. Появлением технологий изменение поведения клиентов. Куда? Клиент контролирует ситуацию. У него огромный выбор банков или страховых компаний или любого продукта сейчас. Он может взять отзывы из интернета или со своего телефона, просто голосовым путем получать отзывы в любом товаре, в любом продукте, в любом услуге. Клиент уже не сам покупает более правильную, выгодную покупку. Ему уже подсказывают искусственный интеллект, machine learning. Он подсказывает, что для тебя вот это подходит. Клиент экономит, то есть более правильные тарифы выбирает. Более качественные решения выбирает уже, когда искусственный интеллект влияет. Теперь самая большая проблема для бизнеса, клиент это не один человек, а сообщество. Когда к вам проходит один покупатель и он что-то недоволен, что-то не так, теперь он только себя там не хранит. Раньше было только до Махали дошло и сарафальным роднём другие узнали. Сейчас просто нужно там три минуты, чтобы какие-то данные дошли там всему миру или всему Узбекистану. Клиентский опыт становится самым главным, а не продукт. Сейчас уже нам надо изучать клиентский опыт, как они выбирают товар, какие у них преимущества, как они определяют цвета всех товаров или услуг, что намечается. Нам надо анализировать бизнес, надо анализировать именно клиентский опыт, а не продукты. Согласно клиентского опыта создаются продукты и услуги дальше. С появлением финтех и технологий меняется структура и структура бизнеса. Самый большой пример. Раньше компании до 2010-2010 года продавали продукты. Вопрос слова партнёра, партнёрстве и какие-то компании, это они слились и потом искали какой-то продукт. Сейчас продажа продуктов или предлагать услугу, он переходит на второй план. И вопрос, внутри компании сотрудники становятся тоже партнёрами, клиенты тоже становятся партнёрами. И то, что в вашем бизнесе, где окружение вашего бизнеса, все становятся партнёрами. Теперь бизнес не идёт другому, допустим, B2B бизнесе. Один бизнес не идёт другому бизнесу. В случае, покупай вот это. Один бизнес в другом бизнесе идёт, давай, у тебя есть вот какая-то услуга, а у меня какой-то продукт. Его совмещаем, совместно продавать. То есть, в партнёрстве продавать, а не так просто, давай, я тебе продавал, одному бизнесу другому продавал, другой бизнес другому продавал. Теперь это какой-то продукт или услугу предлагает несколько компаний в партнёрстве покупателям. Второй момент, второй очень большой момент, появлением технологий в бизнесе не нужно всё делать самостоятельно. То есть, очень много есть деталей, которые вот клауд, облако, аутсорсинг, все вот эти детали. Допустим, в прошлой встрече с ССССР мы рассказали в партнёрстве ExpertPro о аутсорсинге IT-инфраструктуры. Не только там инфраструктура, а вообще IT-сотрудников. Это самая удобная вещь, это самые хорошие результаты, которые вы экономите в партнёрстве, аутсорсинг вашу инфраструктуру, ваши моменты. Облака, инфраструктура или можете аутсорсинг сотрудников из других компаний. Сейчас у нас работает более 40 человек, программистов, но мы аутсорсинг, в нашем платформе работает 350 программистов. В настоящее время они создают какие-то продукты совместно в партнёрстве. Просто есть программисты, архитекторы, которые собирают всё это, ставят на стены. Мы, когда выходим на рынок и что-то предлагаем, мы в партнёрстве предлагаем минимум тремя компаниями. Минимум тремя компаниями в настоящее время. Вот мобильные приложения, или денежные переводы, или рассрочка, или система расщепления денежных потоков. Минимум, минимум тремя компаниями. А также есть более пяти компаний, которые предлагают только одну услугу. Поэтому бизнесу или вам не надо всё самостоятельно делать, надо в партнёрстве. Эти технологии позволяют, можно сделать вот этот формат. Второй момент, ваш бизнес должен быть открытым системой. То есть то, что в предыдущем моменте говорил, что Open API и Business API. Когда бизнесе в дальнейшем уже будет предлагать, когда продаёт какой-то товар, я не знаю там, телевизор или холодильник, он предлагает рядом с API, рядом с продуктным продуктом. И здесь получается такое, что когда клиент первым узнаёт о вашем товаре, это будет информационное пространство, а не ищевой магазин. Здесь вам очень важно, чтобы вы на этот холодильник, на эту услугу свой бизнес API предлагали. Что там будет? Там будут характеристики этого продукта или услуги, там будут тарифы, там будет контракт, там будет оферта. Вот это бизнес API. И такими API сейчас мы пользуемся очень много. Это очень хорошо, когда вы общаетесь с другими компаниями именно вот такими API. И другая компания может просто взять, потому что вы открытую систему создали, просто может взять, оферту подписать, от вас взять допустим до 100 сумм какую-то услугу и добавить свои ценности и услугу продавать там 120-130 сумм в автомате. Вы даже не увидите этот формат. Технология, сейчас технология позволяет внедриться, делать такой бизнес. И это очень хороший бизнес, который бизнес API предлагается. Здесь маржинальности высокие и люди очень хорошо осведомлены в ваших продуктах и рекламируют лучше в цифровом пространстве и продавать легче вообще вашего продукта. Один метод от книги «Банк 4.0». Очень много есть проблем. Сейчас вот по кибербезопасности сказали, что мы что-то не делаем, мы что-то опаздываем и что-то такое. На самом деле это хорошо. Мы можем начинать с того этапа, который мы пропустили. То есть не с первого этапа, а с пятого этапа запускаться. Это на самом деле очень хорошо влияет. Почему? Потому что мы не будем делать ошибки те, которые в первом, втором, третьем этапе делались. И здесь есть метод первых принципов. Что это такое? Это, к примеру, есть SpaceX, которые разработали ракету, чтобы пойти в Марс, выйти на орбиту. Они изучали весь технологический комплекс, но пришли к методу первых принципов. Что такое? Надо было, ракеты это просто средство вытащить какую-то килограммную вещь на орбиту более дешевым путем, но большим весом все вот эти вещи. Они поставили эту технологию и все технологии поменяли на сегодняшний день. Вы знаете, более 40 или 50 лет никто такого не сделал. Отличие SpaceX от каких-то любых крутых ракет – это ценообразование. Первый вопрос о ценообразовании. Выйти в космос до 1 килограмм, по-моему, 1 миллион долларов стоит сейчас в любых ракетных комплексах. В SpaceX стоит 20 тысяч долларов. Килограмм вытаскивания какого-то элемента на орбиту стоит 20 тысяч долларов. Теперь вот вопрос такой, что будет лучше – это миллион или люди что оплатят – миллион или 20 тысяч? И быстрее достает и более крупные вещи достает. Вот это означает методу первых принципов. Есть R&B, есть Ридскалтон, Хилтон и еще другие. R&B, он идет с точки зрения клиентского опыта. Он создает как бы платформу быстрее найти жилье, быстрее найти, как сказать, быстрее найти жилье или туристам или с кем-то. А Ридскалтона, у него огромные расходы на содержание здания или что-то. Он создает сервис. Эти бизнесы будут вместе идти или убьются? Я думаю, что они будут вместе идти, но с сопровождением R&B. Потому что Ридскалтон должен интегрироваться в R&B, чтобы получать, и Хилтон должен, чтобы получать какие-то там своих посетителей. Поэтому метод первых принципов означает, что мы должны вернуться к тому идее, когда мы создавали ракету или какой-то бизнес в нулевом позиции, и собирать сегодняшнюю технологию или там в следующем слайде будет сейчас более там на 20-30 лет уточнить, какие сервисы будут у нас, и дальше предлагать. Здесь один важный момент есть. А что будет с регуляторкой? Здесь момент, что регуляторка тоже должен двигаться вперед, или он всегда будет оставаться. Я остаюсь в том мнении, что регуляторка с технологией всегда будет оставаться. Почему? Потому что каждый день выходит какой-то технология, чтобы какой-то закон поднимать, это минимум нужно там три месяца. Но в лучшем случае будет это месяц, но не меньше. Может быть еще что-то случится. Поэтому в законе нет такого-то момента, вот такой-то позиции или что-то другое. Это не оправдание. Сначала надо создать продукт, а потом надо создавать на него, я думаю, закон, и искать подходящие пути внутри закона. Я могу здесь ошибаться, потому что я не работаю в Алимазисе или где-то. Это, может быть, мои высказывания очень резкие, но сейчас любые продукты, которые созданы, SpaceX или какой-то там новый сервис, они создавались вне закона, а потом вошли в закон. Я не думаю, что когда создавали SpaceX, думали каких-то ШНК или каких-то там ИСО документов, потому что они поменяли эти ИСО документы, которые, у них другие были результаты по скорости, по экономическим вопросам. Здесь один такой бизнес, вот я взял себе более подходящий бизнес, это выращивание пшеницы. Есть несколько компаний по выращиванию пшеницы. Это компании, которые создают пшеницу. Второе – это увеличивает урок какое-то зерно, увеличивает зерно. Третья компания – это компании, которые уже сажают и для муки или для что-то, уже готовый продукт. Первая компания – это чисто технологические научные компании, в которой нет конкуренции. В мире, допустим, больше 10 таких компаний не существует. Кто разрабатывает продукт, вот именно пшеницу. В мире существует порядка 100 видов зерна. И есть компании, не больше 10, по-моему, я знаю, и они создают именно зерно. Разрабатывают там по годным словам, деталям зерно. Там работает чисто научная технология. Это научная технология компания. Нет конкурентов вообще. Сотрудники – это научные сотрудники. И у них цена очень высокая. они создают только один зерно. Вот только один зерно. И разрабатывают новые виды зерна. Это зерно дает 15 тонн на гектар. И этого зерна цена очень большая. Очень большая. Вторая компания покупает из первой компании зерна. У них есть особые земли, которые там увеличивают этот продукт. Ну, меньше конкуренции. И сотрудники тоже больше зарабатывают. И 12 тонн дает вот этого. Цена одного килограмма в пределах одного до полтора доллара. Есть третья компания – EX1. это дегкани, фермеры, которые сажают все зерно и получают, продают на муку или что-то другое. У них это 0,6 долларов продают зерно. Но здесь очень много конкуренции, очень много нюансов. Вот здесь надо понимать, когда мы… Что? Меня слышно? Да-да, слышно. Отлично. Здесь надо понимать, в технологической компании, используем технологию, мы идем на первую компанию, которая создает зерно. И здесь нам очень-очень важно – это наука. Без науки и без технологий здесь вообще не жить. Что означает? Когда мы внедряем как новую технологическую компанию, нам очень важны люди, которые связаны с технологией, и люди, которые всегда обучаются и изучаются. И мы всегда должны увеличивать цену наших сотрудников. Сейчас настоящий бизнес – это не увеличение цены вашего продукта, а увеличение цены ваших сотрудников. Вот это изменение в бизнесе, скажем, до Эволюции, Эволюции 3 – это было ускорение и стандартизирование. Сейчас это увеличение знания вашего сотрудника, увеличение цены вашего сотрудника. Это самый главный показатель сейчас в бизнесе. Не увеличение стоимости услуг, не увеличение стоимости продуктов. Это цикл одного продукта, который не связан с технологиями. То есть есть производство, есть доставка, продажа, отзывы и еще анализы. Допустим, используем в настоящее время именно СНГ в Узбекистане. Вот бизнесов, которые продукты продают, скажем, колбасу в корзинке, у них есть проблемы. Какие проблемы? У каждого своя кухня, первое. Второе – нет никаких интеграционных точек. Я чуть позже скажу – нет нехватки информации, нехватки денег и средств, банкротства, все вот этих вещей нет. Сейчас я вижу это в корзинке уже более нескольких лет. Там они интеграцию счета фактур через фактуру Уз сделали, бухгалтерию соединили. Остатки они онлайн проверяют и заказы принимают тоже онлайн. Это новое. Нехватки информации, продажи цифры о клиентах, пока мы не передаемся друг другу. То есть банки, скользинки не обмениваются информацией о продуктах, о своих клиентах. Главное – о своих клиентах, пока не обмениваются. И поэтому выходит такая проблема, нехватка денег и средств. И есть здесь ситуация, когда в новом бизнесе это финансирование переходит на уровень щини и на уровень программного смещения. То есть банки, чтобы в дальнейшем 2030 году мы не будем идти в банк, чтобы финансировать какой-то продукт и какое-то дело. Банки должны поставить свой интерфейс Business API именно этим площадкам. То есть когда в корзинке кто-то покупает товар, он может покупать на рассрочку, это одна из сторон. Второе – тот, кто предоставляет этот товар в корзинку, между корзинкой и доставкой есть финансовые вопросы и еще есть производительные финансовые вопросы. У производителя свои финансовые потери и маржинальность его финансов. Всегда в бизнесе, что дорого, это не сотрудники, это деньги. Всегда. И сейчас тоже в Узбекистане такой деталь есть. Но при соединении этих платформ цена на денег уменьшится. Должно уменьшиться, но это точно. Мы сейчас создали систему расщепления, чтобы ускоренные платежи и гарант платежей по госорганам и их партнерам. Цена уменьшилась. Первый раз уменьшился – это уменьшение бухгалтеров. То есть в одном компании удалили там 53 бухгалтеров. Это уменьшение – цена на денег. Второе – ускоренные доставки этих денег. То есть как только вы где-то покупаете какую-то госуслугу, эти деньги уже автоматом попадают нужным людям в нужном моменте. И это очень ускоренная вещь. Допустим, потеря была, банковская потеря была 2-2,5%. Сейчас, по-моему, он 0,3% составил. Вот в таком формате. Второе видение, второе или третье самое большое видение – до появления технологии мы изучали о каком-то продукте, о каком-то бизнесе историю. Потом на сегодняшний день эту историю, изучав вчерашнюю историю, создавали бизнес. Появлением технологий, появлением информационных систем, появлением финтех-компаний мы не можем теперь изучать. Мы не только будем изучать старую историю, а будем изучать и новую. То есть мы должны видеть, что будет с этим продуктом, изменением технологий через 20-30 лет. И вот этот метод основного принципа нам позволяет изучать и вчерашний день, и будущее. Согласно этому мы должны создавать продукт. Без этого принципа мы не можем работать. Теперь нам надо при создании продукта только-только смотреть в будущее и соединять эти технологии в нашем продукте. Если коротко, мы должны, если по узбеси это, Без этого мы не можем сказать, что продукты – это как-то религия. Это, по-моему, предпоследний слайд, цитата. Если вы хотите в бизнесе получать деньги, увеличивать маржинальность, хорошие партнеры, увеличение бизнеса, нужно поставить развитие технологий на первое место. Технология – это не только канал взаимодействия с клиентом. Это бизнес-процессы и это внутри процессы производства. Это наш бизнес. Следующим уровнем это становится нашим бизнесом. Спасибо. Насколько смог, насколько сказал, правильно поймите, что для меня тоже это китайский язык. Я тоже в корне айтишник и в бизнесе рассказать это чуть-чуть для меня тоже тяжело. Но я сторонник того, что айтишники изучали бизнес, понимали бизнес, понимали запросы бизнеса и становились как бы донором и генератором идей в бизнесе. Спасибо. Вопросы? Вопросы, пожалуйста. У нас в чате есть вопросы. Вопросы, пожалуйста. Да? Если я правильно помню. Давайте Надире Ибрагиму дадим слово. Она в эфире задает вопрос о каком… Здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно. Да, слышно. Да, отлично. Надира Муратова. Я вообще врач по специальности и член SEO-клаба. Мы с вами тоже встречались очень. Мой вопрос был, вы вначале упомянули, что вы провели инвентаризацию по кибербезопасности и тому, что происходит в Узбекистане на просторах СНГ. Потом перешли к разработке различных софтов на базе, вы упомянули, Python. Мне интересно, что за инвентаризацию вы провели, каким выводом вы пришли, что является основными проблемами в нашем отставании и продвижении вот этих технологий на рынок. Почему мы так отстаем? Спасибо за вопрос. Вы чуть-чуть неправильно поняли. Мы провели инвентаризацию по искусственному интеллекту. Как вообще в Узбекистане или СНГ там развивается искусственный интеллект? Там было несколько критерий по искусственному интеллекту. Это почему мы отстаем искусственным интеллектом. Первое, у нас нет количества программистов по разработке какого-то там маленького искусственного интеллекта. Второе, нет специалистов, которые финансируются, обучаются и в дальнейшем ставится конверт. Это вторая инвентаризация. Это не только в Узбекистане, а вообще в странах СНГ. Я разговаривал с специалистами Велосфарга, как у них это устроено. Сейчас в Велосфарге, я не знаю, там они не полностью рассказали, несколько департаментов, они как-то это называется дивизионами, несколько дивизионов работают по очень многим направлениям. Вот искусственный интеллект, именно принятие решений искусственного интеллекта, создать искусственный интеллект и там еще другие. по машин-роллингам там что-то делают. Мы в этом позиции делали инвентаризацию. Я просто там поставил Python. Весь европейский рынок и рынок Америки по искусственному интеллекту работает по программе Python. Это среда разработки Python. И еще есть база данных. Но СНГ остается там в Oracle, но это неважно. Но они остаются в программном смещении Java, PHP и еще что-то. Поэтому я здесь думаю, надо изучать ситуацию. Это был анализ внедрения искусственного интеллекта в Узбекистан или что-то. Поэтому вот такая ситуация. Мы искали людей, которые занимаются искусственным интеллектом. Узбекистан не могли найти. А сейчас вот несколько там выбираем программистов, которые работают или в Python или не в Python и обучаем их. Это был не безопасность. Это был именно искусственный интеллект и инвентаризация. Спасибо большое. Вообще тема очень интересная. Я бы, конечно, с вами пообщалась. Потому что сейчас в связи с пандемией необходимо применять... Я не говорю принимать решения на высоком уровне. Это должна быть очень сложная программа. Но, например, принять решение искусственным интеллектом, так как врачи сильно загружены на уровне врачебного решения, было бы, конечно, интересно посмотреть вот эти наработки. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, Кабдул Альзаке? Ну, у меня уточнение, да, если можно. Программист наверняка не должен стать аналитиком. Видимо, у нас не хватает и аналитической информации, чтобы программисту постановку сделать. Ну, я так думаю. Конечно, конечно, конечно. Это там... Вопрос в том, что это чисто мое, да. Аналитиков, аналитиков. Аналитиков. Почему в Узбекистане деньги дороже, чем наши соседи или чем что-то? Да, и вообще там СНГ деньги дороже. Нет аналитиков. Кто такой аналитик в банке? Это казначей. В Узбекистане нет школы казначеев. Пока этой школы не будет, не будет у нас дешевых денег. У нас будет всегда не хвататка ресурсов. Миллион программистов, они не решают эту проблему. И финтех тоже не решит эту проблему. Может, в каком-то смысле мы как-то постараемся решить эту проблему, но без казначеев, без аналитиков эту проблему мы не решим. Я с вами 200% согласен. Спасибо, спасибо. Для аналитиков нужны данные, которых тоже в упорядоченном, правильном формате мало. И пока они не смеются. Пока про это никто не думает. Ахатбеке, я с вами соглашусь. Почему? У банков, у всех ситуация одинаковая. У них много данных. Но, скажем, может быть, это когда аналитики приходят, очень будет мало. Но в настоящее время банки, страховые компании и компании, которые занимаются ритейлом, они не используют даже 10% этих данных. 10% этих данных. Я вам скажу. Мы, юниреди, продаем те данные, которые у них уже есть. Но, как вы сказали, в более правильном формате, в правильном ведении. Но эти данные у них, не у нас. Мы продаем эти данные им самим, потому что здесь мы соблюдаем еще закон персональных данных тоже в таком формате. Спасибо, Абдулай Закай. Можно было там подискутировать. Я, наверное, во время своей презентации, сейчас уже время вышло, на 10 минут мы опаздываем по графику. Пригоняйте, да, меня? Не-не-не, не выгоняйте. Вы оставайтесь. Не-не-не, давай. Спасибо. Спасибо большое за интересную презентацию. То есть, было интересно вас послушать, ваше видение. Вы всегда, как бы, на передовой. Именно понимаете, как использовать информационные технологии в бизнесе, и как бизнес должен ставить задачи, да, и как айтишники, как все, вы как бывший IT-директор компании, банка компании, да, вы можете, как бы, правильно ставить вопросы айтишникам, и айтишники вас тоже понимают, да, что вы от них хотите. Вот это редкое качество, когда правильная постановка вопроса ведет к решению дела. Спасибо, 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 спасибо.